Ну вот, наконец-то я надумала проверить аппарат по туманообразованию. Прошла уже неделя, как я его получила, а я всё никак. Вот налила водички из-под крана профильтрованной, и сейчас буду заполнять. Пробную партию вот эту вот без всяких химикатов заливаю, просто воду чистую. Так, литра два тут, наверное, два с половиной. Мне нужно просто проверить эффективность и целостность оборудования. Так, залила водичку чистую, и сейчас я буду устанавливать напрыскивание. Хочу вам заметить, что аппарат у меня будет стоять вот здесь, вне теплицы. У многих блогеров, значит, они открывают дверь в парник, ставят туда его и начинают работу. Но я внимательно прочитала инструкцию, и кроме того, значит, на сайте продавца в отзывах он написал рекомендацию. Здесь же есть электрические части, вот эти вот, понимаете, нельзя, чтобы находилось в стопроцентной влажности. Это понятно. Поэтому вот эта вот часть электрическая будет у меня находиться здесь, вне зоны распыления воды. А сейчас я покажу внутри. Тут я уже все запечатала. Сейчас сделаю как бы прорезь в пленке. Но если это, например, у кого-то поликарбонатное, то нужно предусмотреть какое-то окошечко. Вот. Это я буду в дальнейшем делать. Это временное у меня строение. Сейчас покажу, что внутри. Вот моя импровизированная пристроечка парник. Времянка. Это времянка, конечно же. К основной теплице, вот к этой вот стеклянной. Вот я так делаю дуги. Я уже показывала в роликах раньше. И вот здесь у меня сидят, значит, помидоры. Тут и огурчики есть. Но хочу сказать, что белокрылка, конечно, одолела. Ради этого я все и купила. Пока сейчас зреют помидоры и огурчики, перцы там вдалеке. Я не буду опрыскивать химикатами. У нас уже холодные росы начались. Помидоры уже, вот видите, от фитофтора чернеют. Вот. Все это я буду скоро выдергивать. Вот последние тут огурцы как бы соберу. И, ну, обработаю уже с химией. Ради цветов это покупалось, конечно, вот. А сейчас все это вот уже в таком виде улеплено белокрылкой. Вот она у меня тут летает. Ну, вообще замучила. И химикаты даже не помогают, потому что она где-то притаится. И все равно она сядет и будет свои дела делать. Страшна-то, конечно, не сама белокрылка, а продукт ее, как сказать, переработки. Вот. Ну, наверное, белокрылка летает. Ужас. Вот видите, она выделяет какую-то сладкую жидкость. И на ней появляется сажистый гриб. Черная вот эта вот сажа на лед. Вот как раз это и вредит растениям. Это именно вот этот вот сажистый гриб иссушает листья растений. И понятно, что не может вегетировать. Вот она на стебле, вот эта чернота. Ну, в общем, с белокрылкой в данном случае на овощах бороться бесполезно. Работать я с ней не буду химикатами. Уже конец сезона. И я просто думаю о своих цветах. Ну, вот так покажу немножечко, что в теплице я практически все уже убрала. Там у меня тоже помидоры. И вот когда выдерну их, внесу цветы, которые я буду оставлять на зиму для размножения. И уже обработаю все химикатами. А сейчас, как я сказала, у меня пробное. Это вот у меня тут всю пленку потрепало ураганами. Ну, не суть важна. Вот стоит мой аппарат. Там, на той стороне я делаю прорезь. Вот так вот. Безжалостно, потому что эта пленка мне не нужна. Только сопло сюда вставляю. Вот так вот. Все электрические части самого аппарата у меня защищены. Буду делать по рекомендации, по технологии. Вот. И направлю сейчас вот струю там с той стороны. И вот таким образом у меня сейчас будет происходить распыл. Подключила я этот аппарат к розетке. Значит, поглубже надвинула пленку. Потому что первый раз что-то у меня неудачно слетело от вибрации. Вибрирует немножко. Вот этот тумблер наружи, как я сказала, не в тумане будет. Сейчас я нажму рычаг и комментировать ничего не буду. Потому что он очень шумно работает. Это я смотрела у других блогеров. Ну, сейчас проверим. Когда там напылится много тумана, я уже покажу. А мне, конечно же, не терпится. Я вошла в теплицу стеклянную. И вот оно сопло. Ну, там его под пленкой не видно. Вон оно, пыли. Ходится мне посмотреть. Вот оно вот так дымит. Сейчас мы пройдем в теплицу. И буду смотреть через стекла, как это все выглядит. Ух ты! Ну, вот так вот. Уже все в дыму. Ну, сильная струя до огурцов достает. Мне это сейчас не важно. Мне важно посмотреть, насколько это эффективно. Вот. Маленький у меня этот парничок. Ну, вот уже до конца все дошло. Все в тумане, как вы видите. Вот. Прекрасно. Пусть попылит. Это еще минуты не прошло. Подымит пускай. И потом открою и посмотрю. Ну, вот суть я вам показала, что не должен этот аппарат находиться сам в этой сырости. Вот видите, у меня я в дверь вот так смотрю. Вот он. Струя этого пыли. Дыма. Хорошо распыляю. Мелкий дирк перфи такой. Вот. Все. Все нормально. Так, выключаю. Сейчас пойдем смотреть. Я прям отсюда войду. Мне эта пленка тоже не нужна. Снимаю аппарат. Ну, вот это место, вот это вот теплое, нагрелось. А вот здесь холодно. Вот где вот это электричество, тут холодно. Вот здесь сопло теплое. Наверное, здесь стоит мотор. Так, отодвигаю пленку. Так, отодвигаю пленку. Прям водичка такая, а вот я сейчас посмотрю на нижней стороне листа, например. Там, где белокрылка. Тоже сыренько. Вот видите, капли образовываются. Ну-ка. Ну, еще подольше, конечно, надо поработать. Да, мокренько. Ну, вот так будем бороться. О, сразу мучнистая роса проявилась. Красота какая. Все поминут. Ой, не поверить, как в бане. Парилка здесь. Удивительно. Мне интересует нижняя сторона листа. Ну, вот верх нет видно, капли, да? А внизу? Ну, внизу капель нет. А трогаешь, вроде бы влажненько. Ну, понятно, что везде достанет. Ну, что ж, хорошо. Будем обрабатывать. Еще момент меня один беспокоит. Сейчас я пройду в теплицу. Интересует меня такой момент, как быть со стационарными светильниками. Вот с этими. Вот, например, вот эти у меня открыты. Если такая конструкция. Закрывать ли их пленка? Да, наверное, закрывать пленкой. Вот такие люминесцентные старые лампы. Вот эти вот влагозащищенные, вот, линейные, точечные. Ну, уж можно их на крайний случай отключить. Они очень легко отсоединяются. А вот эти вот, ну, розетку можно там удлинитель в пакет целлофановый засунуть. А вот эти светильники придется каждый раз снимать. Они тоже как бы стационарные, но подвешены на проволоку. Вот я регулирую покороче, подлиннее мне надо, приспособилась. Вот этот момент меня интересует. Вот, если есть у кого-то мнение на этот счет, подскажите мне. И в заключении хочу сказать, что любой из этих аппаратов является нашим помощником. Конечно, вот этот аппарат, это тяжелая артиллерия. Применять мы его будем при массовых обработках, теплиц, чтобы избавиться от всех вредителей. Но и эти вот такие, казалось бы, простые аппараты помповые, они тоже необходимы. Например, при обработке кустарников. Вот он понадобится. Хотя и таким аппаратом тоже можно, направленной струей. Вот и маленькие вот эти нужны, и самые маленькие. Все они необходимы нам для работы и для того, чтобы выращивать прекрасные цветы. Выращивайте цветы. Не бойтесь, начинайте, кто еще не начал выращивать. Это очень увлекательное занятие. Но за цветами нужно ухаживать, чтобы они были здоровыми и красивыми. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok